Видите, знаете, но в принципе международные кураторы и люди, которые, собственно, работают в этой индустрии международных музеев, больших художественных форумов, изданий по искусству и так далее и тому подобное. И, собственно, я думаю, что, конечно, когда мы говорим о Пинале, надо делать акцент именно на этом. Это прежде всего, а, кто поставляет в национальном павильоне, потому что, собственно, как бы, как вообще политика? Ну, в чем выражается то, что у нас все вдержали, в чем выражается? Ну, как бы, потому что, как бы, если вы помните работу с Виктором Мезианом, он предлагал именно вам, по-моему, насколько я помню, когда вы работали вместе с РосИЗО, программу, как бы, некого такого типа, когда, ну, грубо говоря, други, я пытаюсь не формулировать красивыми словами, а сказать, как есть, чтобы сюда вы привозили больше кураторов и международных, собственно, деятелей. Сейчас этим занимается Виктория Арт Фондейшн, насколько я понимаю, и, собственно, мы много говорили про выставках на Пинале, прекрасная выставка ЕС, которая мне очень понравилась, выставка Ресайклов, которая мне очень понравилась. Занимается, слушает, сюда едет, вот, и гараж сейчас привезет, там, востокует, всяких разных инстанций. Проблема заключается в том, что, ну, как бы, это должна быть не разовая акция, а, собственно, пролонгированная, по-моему, регулярная работа. Ну, и, собственно, мы забыли про еще одну прекрасную выставку, которая просто выставка, она не входит в параллельную программу, насколько я помню. Это выставка «Наследие будущего» в Триочи, которую делал Виктория Арт Фондейшн, и где, собственно, выставлялся, был выставлен проект нашему молодому художнику Арсению Желяеву, посвященному русскому космизму. И вот туда пришли все. Там был совместный проект. Ну, да. Желяеву. Ну, как бы, там были кураторы «Стейн», там был Массимилян Джонни, туда пришел «Олокуин Везер». Ну, на открытие этой выставки пришли все. Я скажу вам почему, потому что, в частности, Виктория Арт Фондейш... Не задыхайте. Я, ну, просто я нервничаю, я всегда так говорю. А не нервничаю. А, не буду. Так вот, если очень внимательно читать, что написано, как бы, при входе на большие крупные мероприятия, там будет всегда список спонсоров. Так вот, Виктория Арт Фондейшн была два года назад главным спонсором главного проекта на Венецианской бинаре, а в этом году они стали одним из, собственно, этих самых спонсоров. И я еще напомню, что... Ну, а ты говоришь, что у нас было, вот Виктория Арт Фондейшн... Ну, как бы, наверное, 15 лет понадобилось. Главное отвечающее, ну, 15 лет это немного, слушай, есть страны, вот, если вы посмотрите, здесь где-то у 30, там, с небольшим стран есть вообще какие-то национальные павильоны, есть куча стран, которые находятся без национальных павильонов, и Россия, там, одна из самых жирно представленных стран, да? Ну, да, сколько стран наш павильон, 800 тысяч долларов, по-моему, никто... Про наш павильон мы поговорим отдельно, вот у нас, кстати, про наш павильон всегда был вопрос, как бы, мы обсуждали эти цифры, когда всегда был вопрос, это с вечеринкой, это с вечеринкой или без вечеринки? Ну, я не знаю, я не знаю, с вечеринкой или без вечеринки, но, действительно, да, действительно, да, как бы, очень долго, ну, как бы, с павильоном работает последние много лет, о чем я? Ну, так, а, как бы, просто про иерархию рассказывал. Нет, ну, вот смотрите, про иерархию, да, то есть есть две позиции, которые, как бы, не прояснены, то есть, все-таки, достаточно ли хорошо представлена Россия в Венеции или недостаточно? Я считаю, что, с точки зрения, как бы, вот, моего такого наблюдения, в этом году она была представлена более чем хорошо, и были, действительно, и русские художники, вот, как Аслан, которые участвовали в международных проектах, да, и в основном проекте было аж два художника, вот одного я видела, а один проект я даже не дошел. Значит, были художники и русские проекты, там, и в параллельной программе, и в официальной параллельной программе, да, поэтому, как бы, мне кажется, что, как раз вот сейчас, более-менее, мы так красиво выглядим, с точки зрения политики. Вообще, надо сказать, что Бейнале очень такое политическое ощущение оставляло, очень много проектов было напрямую такими политическими высказываниями, и, там, например, павильон Грузии, да, или павильон Армении, который, вообще-то, получил Золотого Льва, да, оба были абсолютно политическими. Вот, и от нашего павильона, от русского павильона, Джордини, тоже было такое, у многих, двойственное впечатление, не является ли это политическим высказыванием. Вот, я хотел бы попросить прокомментировать это, Юсифа Бакштейна. Это явно было политическим высказыванием. Отключи ее на русский павильон. Вот, я не напросил интересный проект, который мне много нравился, по крайней мере, то, что я читал в Университете, в Гвардии, в Нью-Йорк-Таймс. Ну, ее проект вводит в число пяти, наверное, незаметно проекты, в Нью-Йорк-Таймс, по крайней мере. Вот это вот одна из комнат, где, в виде такой инсталляции отторжены какие-то города и здания разрушены, что нам ли на разные, так сказать, историко-художественные и историко-политические ассоциации. Да, Куль? Тебе что это подгоняет? Мне кажется, так красиво, хорошее сочетание цветов. Меня художественная часть в этом поведении очень заворажила. Мне кажется, очень сильно было, то есть я, когда увидел, как это красиво, и мне сразу захотелось меньше думать о смыслах и о политичности или неполитичности высказывания. Ну, этот проект с агрессивным компонентом, вот это вот один из них, и вот это вот второй, вот это такой огромная голова такого персонажа, который вращает глазами, там, это что-то он там, который репрезентирует, какое-то космическое чудище, по-моему. Это был в первой тройке, значит, фотографируемых в Инстаграм картинок с венецианской биринами, там, конкурентов, или еще японских были, на счет. То есть, в принципе, вот одна из самых популярных картинок. Да, я думаю, она самая популярная, потому что, действительно, это было что-то завораживающе. Вообще, эти вот эти два компонента, сейчас мы посмотрим на то, что происходило на нижнем этаже грибеона, это все требовало очень внимательных отношений, потому что вот эти фрагменты того, этих фотографий-видео, в том числе из семейного архива Едминанхова, которые начали исследовать всю историю нашей Неверной Родины, начиная с семнадцатого года, где там, в 20-х годах, в сегодняшний день, показывают романтизм этой истории, там, в частности, знакомые родственники из семьи, те, которые были подъемы-то каким-то реврессиям, они там были обнимы вот вот такими знаками, которые сама Рима, мы воспроизводили ее маму, которая была в таком плохом состоянии, в состоянии родственниковые, она вот именно напомнила эти знакомые имена, вот эта историческая подоплека всей этой конструкции, она составала такое очень сложное впечатление на зрителей, потому что найти что-то общее без этой головы, которая вот только среди этими историческими фотографиями соединениями архива, было довольно сложно, но надо сказать, что наиболее такие подготовленные зрители, они убавили, находили некое расстояние, глядя из которого на этом фронте стараться, можно было убедить ее истинный смысл. Потому что действительно, вот вся Неверной Риме Неверной Риме была достаточно монетизирована, не говоря о том же, что один главный персонаж, этот Геннадий был, между прочим, как Карл Маркс. Он поможет, кто-то был Карл Маркс? По мере регулярных, в качестве перформанса, многие участники Геннадия читали главы из «Капитала». Практически не привык, практически круглые сутки, пока он там будет, читали «Капитал». И, по-моему, не буду читать, продолжать до конца Геннадия. Если честно, я, например, большой противник вот этой перетизации Геннадия, хотя это, безусловно, тренд. И мне кажется, что, скажем, организаторы Геннадия, они в восторге от этого всего, от политических павильонов, политических высказываний. Так или иначе, если не поощряются, то, в общем, как минимум, этому не мешают. Мне кажется, это, оказывается, постоянно подчеркивает, в смысле, это по-моему, между коммерческой и некоммерческой составляющей художественной меры, между Геннадией, Янадией, между музеями, юбилей. Поэтому, действительно, здесь вот такая политизация, это средство восстановления такого вот статуса большого некоммерческого проекта. Ну, я думаю, абсолютно манимая, потому что политические высказывания вы можете встретить и на художественных ярмарках, и в коммерческих галереях вообще без проблем. Вообще, конечно, я думаю, что это очень сильно уже стершаяся граница, потому что все-таки очень часто там приезжая на какие-то серьезные большие события типа в Венецианской пиеннале, там происходят какие-то сделки постоянно, ну, как бы, за кулисами бизнесовые. Да, и туда приезжают, безусловно, как бы очень многие коллекционеры и высматривают себе художников. Кроме того, одна из самых главных таких площадок, неформальных, неофициальных площадок пиеннале, но это то, куда все всегда идут. Это, безусловно, Палацца Грасси и Догана, это две площадки крупнейшей в мире коллекции, частной коллекции, такой, из коллекционеров на свадьбе, ну, вот, поэтому это, ну, такая немножко условная граница, но, может быть, ее для того, чтобы подчеркнуть, как-то нужна действительно политика. Вот, Сергей Хручков, что вы думаете по этому поводу? Скажите нам два слова. Надо, надо, не надо, можно, нельзя. Я думаю, что любой хороший проект, он, конечно, инфакурирует себя и политическую составляющую, и эстетическую, и социальную, и мне кажется, что в этом плане Беннале удачно, поскольку Украин-Лайзер все-таки большая дока, в смысле делания серьезного спектакля, но не в смысле спектакля отрицательного, да, как Гиде Боргеса, а спектакля, как хорошие режиссуры, выставки. Мне вычислилось, я 12 лет назад как раз был на документе 11-й курированный, да, буквально, именно по скоммуниальный мир, и мне показалось, что он мастер вот того понятия, которое он сам скумулировал, это парламент-форум, да, вот парламент-форум, который здесь был замечательно инсценирован, да, разных культур, традиционных, разных этносов, причем акцент делается как раз не на странной, развитой экономики, а на развивающиеся страны Африку, Латинскую Америку, Дальний Восток, и вот то, как способность этих стран коммуницировать и быть интересными, это как раз зависит от куратора, мне показалось, что в этом плане парламент-форум состоялся. Да, и более того, вот к вопросу о русском повелении, не только мы его хвалим, потому что мы понятно, что будем его хвалить, но слава богу, я почитал сегодня в газете Guardian, что критик, статья сама все плохая, но вот критик выбрал пять лучших павильонок, и один из них у наших, кстати, так что приятно, это именно Бардин, да, вот, и другой там как раз японский, и так далее, и так далее. А скажи, мне очень нравится, потому что мне в конце он настолько декоративный, что просто я с ужасом выбежу оттуда. Японский? Ну, хороший, он как раз отвечает вот этой идее ангела истории, который, как, вы знаете, опыт везер использовал как эпигры, да, собственно, да, это же вот ангел истории, который обращен в прошлое, да, лицо, а при этом крыльями расправлены в будущее, его ветер, который дует из рая, то есть прогресс относит в будущее, кстати, очень сильный образ, который навеян клеит, да, и Вальтер Бенемин его зафиксировал письменно в сороковом году перед смертью, перед самоубийством своим, вот в тезисах о понятии истории. На самом деле, конечно, это диссертация, если честно, венецианский финалик не только рынок, не только весело, не только рестораны, а и папореты, и всякие там передвижения бесконечные, промыски, бессмысленно часто, и общение бессмысленно, а это еще и такая огромная докторская диссертация о цивилизации, это отчет о цивилизации за прошедший период катастроф очередных свершений, надежд, разочарования, и поэтому ее нужно труд, большой труд ее, вот труд как раз зрителя, да, труд его воспринимать. И замечательно, что наши как раз художники были соответствующего уровня, я не знаю, может по-разному относиться к ресайковам, но они не могут ответить, потому что их нет, вот АС могут врезать, да, сейчас если к ресайковам. Можно по-разному относиться к ресайковам. Есть там вот тут, есть там. Да, нет, в том пределах. Я думаю, что не понравился ресайков, он был один из самых гнятных и самых элегантных. Но я им вообще не уважаю, я был, можно сказать, у истоков их открытия вообще для нашего, потому что их был еще в жюри вот этого конкурса «Молодая политика», как с Нодарцем мы выбрали, поэтому я их очень хорошо знаю, дружусь с ним, так что это тоже не совсем объективное мнение, но мне все понравились. И Гриша Брусский, на котором, кстати, еще забыли, очень отличный, да, его работа, Пономарев, Саша, молодежь, тот же Желяев с Марком Теоном, да, этого, можно сказать. Вообще, мне кажется, еще одна, кстати, проблема, проблемная территория в Венере, венецианская, это не только национальная представительная, понимание, что такое русское искусство, что такое нерусское. Слава Богу, это, слава Богу, проблемная территория, потому что уже, слава Богу, мы микропорировались все-таки тоже в этот контекст мирового искусства. И теперь не можно говорить, что Марк Теона-то американец, ожидая, что это русский, да, хотя они тему выбрали, соответственно. Вы знаете, да, но в то же время, мне кажется, что есть такой очень важный момент, связанный с тем, что в силу того, что просто уже есть какая-то минимальная набранная историческая дистанция, то, как бы, советский опыт, вот, цивилизационный, он стал уже некой такой общечеловеческой игрушкой, да, и с этим советским опытом многие павильоны работали, там, в частности, вот, мне очень понравился эстонский павильон, где было выстроено все на именно таком постсоветском опыте, да, вот этот Желяевский проект, латвийский павильон, потрясающий, блестящий павильон, да, тоже целиком сделанный, и в этом не было ничего. Вот, да, албанский, вот, подсказывает Дмитрий, да, то есть, в этом не было ничего.